Доброе утро! Доброе утро, уважаемые наши эксперты! И давайте сразу обсуждать, у нас на столе есть несколько книжек, о чем они повествуют. Вот видите, вот здесь целая церковь книг по традиционным кыргызским знаниям, по культуре, по животноводству. Кочевая кухня, игры на джайло для молодежи, традиции, обряды, подбища кочевников, советы Исаепкерита, то есть кто тренирует лошадь, да? И верблюд краса кочевья. Потрясающе! Собрать такую коллекцию, это прям приятный и очень-очень информативный подарок для любого кыргызстанца. Да, и мы немало над ней, на этой серии трудились, мы были во всех областях, во всех уголках Кыргызстана. То есть у вас собраны прям по территории? Да, и мы ездили в Турцию к этническим кыргызам, мы ездили в Китай, и вот за эти 7-8 лет мы вот эту серию выработали. Но вас ждет еще наших читателей, наших студентов, наша молодежь, наш народ. Приятный сюрприз, мы переиздаем эту книгу, и она у нас обогащается иллюстрациями, многими другими материалами. Но это очень важно, учитывая, что сейчас все нет-нет насходит к манкуртизму, когда мы забываем об исконно кыргызских каких-то традициях, и уже идет вот это смешение культур, и не всегда можно знать, что же на самом деле проведали наши предки. Да, если позволите, чуть разовем тему животноводства, конечно, если позволите. В двух словах, насколько большой интерес сегодня к животноводству, и насколько прозрачна традиция, то есть насколько их знают хорошо сегодня? Нашей работой интересуются все, буквально от Малада и Велика. К этой работе были подключены большое количество студентов по всей республике, с города Бишкек, Аша, Каракол, Нарын. Порядка 600 студентов было подключено к этой работе. Мы проводили опрос среди носителей традиционного знания людей, среди знатоков, специалистов, старожилов. То есть таким образом увековечили большую часть? Ну, эта работа, она не только сегодня проходит, 7 лет назад была начата эта работа, и по настоящее время она продолжается. Продолжается и будет, по всей видимости. Она, по-моему, будет еще дальше далеко идти, потому что к нему интерес, спрос людей большой. Если бы не было интереса, то мы к этой работе и не подходили бы. Оно дает нам возможность большей устойчивости для развития нашей отрасли. Однозначно. Да, но насколько интересуется молодежь сегодня именно этими вопросами? Вы знаете, молодежь интересуется больше таким вот зрелищными, удовольствиями, такими вещами. Да, мы стараемся. У нас есть такая аудитория, и поэтому мы сняли видеоролики. Молодежь больше интересует, конечно, традиции тоже, свадебных каких-то мероприятий, и также игры, вот вместе с зимними вечерами, и так далее, вместо клубов. И мы не уверены, что они сразу пойдут и будут играть, но мы хотели бы видеть эти, поэтому мы сняли эти ролики. Это вот то, что мы сейчас на экране видим. Да, это вот такой обычай, традиция, вот танец-традиция джаргу-рю. Это то есть увидеть половинку. Это перед свадебной церемонией как раз-таки вот джигит наш показывает, на что способен. Девушка как лань двигается, как лебедь, да? И это такой ритуальный танец, где бабушки, дедушки испытывают вот эти двух таких половинок, насколько они подходят друг к другу. И это джаргу-рю, это увидеть половинку. Джар-ты-гурю, да? Интересно. Если позволите, важный момент. Вот мы видим эти замечательные традиции. Есть они, изложенные в книгах. Уверен, что многие туристы, которые будут приезжать и хотя бы раз прочитают это, они будут просто жаждать увидеть это своими глазами. Существуют ли сегодня какие-то площадки, где это могут продемонстрировать, включить, рассказать, показать? Есть, есть. Есть множество площадок. Один из них, у нас есть и инициаторы, бабушки, дедушки. Они создали свою сеть, кыргызские традиционные знания, кыргызые лаклхазна, то есть сокровищ на мудрости, да? И они у нас есть во всех аилах, инициативные группы. И они пытаются, вот, некоторые берут из наших книг, некоторые сами, вот, и они пытаются все это популяризировать и провести. Вот, например, в частности, на наш ролик очень большой спрос, когда мы в мае все это во всех сайтах, во всех для молодежных площадок развесим, к нам будут очень много звонков, и мы, и молодежь может скачать это. И есть такие клубы, байби-чек-клуб, где вот гели иногда обучают. Это у нас множество площадок. Это значит востребованность большая. Вопрос относительно животноводства. Скажите, пожалуйста, это же сейчас достаточно перспективная отрасль. Получается, у вас еще рассказывается о том, как нужно содержать этих животных, что нужно делать для того, чтобы стадо росло, чтобы был приплод, так? В любом случае, мы, крызы, являемся кочевниками. Мы всю отрасль, основное направление, как ее выращивать, как ее содержать, ухаживать, все это мы брали из опыта предков. И все мы не взяли, поэтому мы изучаем то, что нами было не охвачено. Поэтому мы просто черпаем от наших старожилов, знатоков, старый опыт. И это мы обобщаем, допустим, в этой книге. У нас пастбище Кочевникова. Оно написано на двух языках. С одной стороны на киргизском, с другой стороны на русском. Двухязычные люди могут ее полностью использовать, как пожелают. И сюда мы сосредоточили все наши сборы и выпустили ее. Это не научно, это популярное описание того, что да как, верно? То есть здесь не углубляясь в какие-то методы и так далее. Доступным языком, да. Доступным языком. Здесь много тех, которые люди высказывали свое мнение. Просто живое слово здесь в самой книге отражается. Отлично. Еще один вопрос, наверное, напоследок уже. Подскажите, пожалуйста, как сегодня дела обстоят с селекцией? Вообще практика такая есть? И можно ли говорить сегодня о том, что уже можно селекционировать новые виды? Чисто киргизские породы выводить животных? Чтобы они там на весь мир стали знаменитыми? Селекции очень трудно. Нужно сказать правду. Очень трудно и сложно. Ею занимаются плохо. Занимались раньше, когда был Советский Союз, тогда были возможности другие. И занимались селекцией по-другому. Ну давайте Советскую уже, наверное, пускай. К этой отрасли мы сейчас подходим с точки зрения нынешнего фермерского хозяйства. Их возможностей, их развитием. Если бы они развились до такой степени, чтобы они могли завести племя с других государств или с других наиболее благоприятных зон, необходимых для нашей страны, таких сейчас мало. Но к этому мы даем основания, как это можно осуществить. Все это мы описываем, где это можно материал брать. Люди, в частности, уже начали этим заниматься. То есть фактически Ваша книга – это не только возможность просто углубиться в традиции народа. Это еще и отличный путеводитель по тому, каким образом добиваться результата. Здесь действительно прикладное исследование. Здесь доступным языком. И здесь простые методы. И никакой лаборатории не надо, чтобы понять, насколько джайло пригодна для скота. И так далее, и так далее. И тут кочевая кухня рецепта. Джайло тут тоже уже описаны технологии. Традиции тоже. И вот здесь для молодежи, как отличить джоргу от кулюка и находиться от скакуна. Это простые и доступные методы. Получается, здесь собрано все то, что должен знать каждый дружащийся гражданин Кыргызстана, чтобы иметь полное представление о своей стране. Так что, уважаемые друзья, следите. Запомните вот такую очень простую книжечку. Ищите ее обязательно в магазинах. Покупайте, потому что они теперь есть на разные темы. И просвещайтесь. Будьте включены в историю и традиции кыргызского народа. Оно скоро будет выпишено, переизданное. Отлично. В мае месяце будут другие издания. Супер. Ну что, друзья, я думаю, да. Замечательные новости. Мне кажется, что, дорогие телезрители, вы теперь знаете, где можно почерпать такие интересные сведения о Кыргызстане. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok